МПФ в качестве адвокатов на сегодня вовлечены в различные судебные процессы. К сожалению, имеются как гражданские, так и уголовные дела в отношении средств массовой информации, журналистов, блогеров. При этом несовершенство законодательства приводит к несоразмерным ограничениям прав. В Крымстане сегодня можно получить уголовное наказание за возбуждение вражды, даже если отсутствует подстрекательство к дискриминации враждей или насилию. При этом наказание может быть в виде штрафа, либо лишения свободы до 5 лет. Выбор наказания остается за судом, но из-за несовершенства законодательства привлекаемое к ответственности лицо не знает, осудят ли его к штрафу или к лишению свободы. В связи с усилением давления на свободу слова в отношении журналистов, активистов, блогеров, оправдательных приговоров практически не имеется. Но юристы ИМП пытаются на данном этапе хотя бы исключить назначение наказания в виде лишения свободы. Так юристы ИМП добились освобождения директора независимого телеканала НЕКС-ТВ Талай Дюшенбиева, просидевшего на период разбирательств более 6 месяцев заключения. К примеру, гражданского активиста Махтабека Далетали. Многочисленные судебные разбирательства также были инициированы вокруг АЗАТЭП-Медиа, Крысской редакции «Радио Свобода». Уголовное дело, в рамках которого были наложены аресты на имущество, полностью засекретили. После продолжительных судебных процессов адвокаты ИМП добились в суде признания незаконными полного засекречивания дела. Такие решения все еще вселяют надежду на возможность праведливого судебного разбирательства. Поэтому юристы ИМП дальше продолжат свою работу по защите свободы слова. Согласно последнему рейтингу по уровню свободы слова Международной организации «Репортеры без границ», Кыргызстан за год опустился на 50 позиций и занял 122-ю строку. Ранее страна была на 72-м месте. Увеличивается количество уголовного преследования журналистов и активистов за законную реализацию своего права на свободу слова. Государственными органами инициируются гражданские иски за закрытие редакции независимых СМИ. А также принимаются законопроекты, ограничивающие свободу словом и ужесточающие контроль за деятельностью независимых СМИ. В конце августа 2023 года прокуратура обратилась с иском ликвидировать общественный фонд «Клоудмедиа», который известен своими громкими и резонансными расследованиями. 7 сентября, руководствуясь законом о недостоверной и ложной информации, принятой еще в 2021 году, Министерство культуры и информации пригрызило им блокировкой сайта, если редакция не удалит материал, посвященный возможным пыткам одного из политзаключенных. Указанный закон предусматривает несудебный механизм блокировки информационных ресурсов. С момента принятия закона заблокирован ресурс «Республика». Были попытки заблокировать такие крупные медиа, как 24KG, политклиника. На протяжении почти 10 месяцев был заблокирован сайт учреждения «Азотек-Медиа». Суд присудил выплатить 1 миллион сомов редакции «Кактус-Медиа» по дефамационному иску, несмотря на все предоставленные адвокатами МПИ доказательства о достоверности распространенных сведений в материале. В настоящее время в другом суде также рассматривается дефамационный иск государственного телеканала ЛТР, который требует в качестве моральной компенсации 10 миллионов сомов с редакции «Политклиника». Увеличилось количество уголовных дел, по которым граждан преследуют за критику осуществляемой политики государством. В настоящее время Институт Медиаполисе выступает адвокатами в 8 уголовных делах. Как правило, публикации в социальных сетях правоохранительные органы незаконно квалифицируют как возбуждение розни или призывы к массовым беспорядкам, по которым лицам грозят штрафы или лишение свободы на определенный срок. У Института Медиаполисе несколько институциональных партнеров, и Медиадефенс является одним из наших долгосрочных и надежных партнеров, с которыми мы сотрудничаем более 12 лет. Помощь Медиадефенс частично покрывает нашу деятельность на правовую поддержку журналистов и СМИ. Благодаря нашему партнерству адвокаты Института Медиаполисе осуществляют судебную защиту в гражданских, уголовных и административных делах, ведут стратегические судебные тяжбы для изменения ситуации с правами и свободами человека в Кыргызстане, оказывают юридические консультации с журналистами и редакциям, что позволяет им уверенно осуществлять свою профессиональную работу. Отдельно хотелось бы отметить гибкость Медиадефенс при оперативном разрешении наших запросов. Мы очень ценим поддержку Медиадефенс, благодаря ей мы боремся за свободу слова и свободу независимых СМИ в Кыргызстане. Медиадефенс